Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про кислотность в вине. Разговаривать мы будем на простом доступном уровне для домашнего виноделия, но чтобы это было максимально всем понятно. Итак, за кислотность в винограде у нас отвечают две кислоты. Винная кислота и яблочная кислота. От чего вообще зависит вот эта самая кислотность? Во-первых, она зависит от сорта и цифры бывают очень-очень разные. Я вам назову просто для понимания, вы на цифры не опираетесь, но разница. Например, в мускате белом кислотность 6, в олиготе молдавском кислотность 10,13, в каберне 5,5-7,2. В так любимом сейчас и широко распространенном сорте маркет кислотность где-то 12-13. Я считаю, что даже нет смысла пояснять эти единицы, я просто хочу, чтобы вы ощущали разницу. Значит, первое, сорт, то есть сорта более кислотный и менее кислотный. Второе, степень созревания. Чем ягода больше созрела, тем кислотность там будет ниже. В северных регионах кислотность всегда выше, всегда, чем в южных. Это вы тоже должны понимать. Итак, первый шаг вообще к тому, чтобы ваше вино не было кислым, это правильный подбор сорта. Я вам уже показала на примере, что цифры могут быть очень-очень различными. И смотрите, в южных регионах им гораздо лучше садить более высококислотные сорта, потому что кислота это не всегда плохо, кислота нам тоже нужна. И там за счет жары, за счет всего определенный процент кислоты, он разрушается, и поэтому там именно хорошо иметь высококислотные сорта. Но в наших северных регионах проблем с тем, что кислота низкая, практически нет. И поэтому в нашем случае нам надо, наоборот, стараться подбирать менее кислотные сорта. Либо, если у вас растет вот какой-то высококислотный сорт, иметь к нему еще низкокислотный сорт, чтобы вы могли их смешивать. И эту саму кислоту гасить, не прибегая к разбавлению водой и всему прочему. Следующий, степень зрелости, тоже виноград для вина должен быть нормально созревший. Если он недозревший, то, конечно, у нас могут быть проблемы с кислотой. Дальше мы разберем с вами два примера. Первое, у нас есть недозревший виноград, и мы вот прям чувствуем, что там такая кислота пекучая, пекучая. Часто, кстати, такое бывает с Изабеллой. Конечно, нормальный вариант, когда у нас есть возможность разбавить менее кислым соком, более сладким. Ну, это идеальный вариант. Ну, так получилось, что вам досталось ведро два, там, неважно сколько винограда вот такого кисленького, чего с этим делать. Вот это тот момент, когда можно несколько ту кислоту разбавить водой. Ну, это та кислота, то есть мы сейчас не будем говорить ни о плаш-факторе, ни о том, как ее мерить. Вот если мы понимаем, что оно прямо вот щипет все на свете, а нам очень хочется сделать вино, вот тогда мы можем разбавить водой. Сколько разбавлять? Ну, в зависимости от того, какие там параметры, сколько там сахара вот это сусло содержит. То есть тут, ну, есть рекомендации от 50 до 500 миллилитров на литр, например, для Изабеллы. Ну, я много раз говорила, что 500 я считаю многовато, ну, там, миллилитров 100 воды на литр. В принципе, можно добавить, чтобы немножечко вот это вот сбить. Ну, это такой самый простой кустарный способ, но если у нас других вариантов нету, то есть, конечно, всегда лучше использовать хорошее нормальное сырье. Идем дальше. У нас вроде бы и виноград нормальный, все с ним хорошо, он такой сладенький. Частое такое заблуждение, да, начинает вино бродить, и мы начинаем пробовать. Когда сахар исчезает, вино становится кислым. И оно становится кислым всегда и у всех. Это нормально. Будем отдельно говорить про уксусное скисание, но запомните, кислое вино и переход вина в уксус, это два абсолютно разных процесса, никак между собой не связанных. Более того, если вино сильно кислое, вот совсем кислое, в уксус оно не перейдет, уксусные бактерии там не будут размножаться. То есть, вот это такой миф, который очень сильно тиражируется. Так вот, одно с другим не связано абсолютно никак. Значит, напомню, мы пробуем, и нам становится кисло. Мы начинаем гасить это сахаром. Сахар кислоту не гасит никогда, он ее только маскирует. Все, от кислоты вы не избавитесь таким образом. И более того, не спешите, я много раз говорила, не надо, ну, то есть, пробовать вино, конечно, надо, можно и нужно, но не стоит ориентироваться на свой вкус, оно будет кислым. Если оно еще не добродило, тем более в процессе брожения, напомню, у нас есть две кислоты, которые отвечают за вот этот самый кислый вкус. Кислота винная и кислота яблочная. Значит, в процессе брожения дрожжи расходуют часть яблочной кислоты. По-моему, чтобы вам не соврать, цифры от, наверное, 10 до 20%. Не суть. Часть этой кислоты они расходуют. То есть, к моменту окончания брожения, уже вот эта вот ощутимая кислота становится меньше. Дальше. У нас закончилось спиртовое брожение, и начинается брожение яблочно-молочное. Когда молочно-кислые бактерии, вот эту самую агрессивную яблочную кислоту перерабатывают в молочную. И наше вино тоже становится более мягким, и уже кислота не так чувствуется. То есть, понимаете, спешить не надо, и делать выводы не надо. И более того, я помню, что в прошлом году кто-то вот мне писал в комментариях, что Ой, вино кислое, что делать? Я говорю, подождите. Потом приходит через некоторое время ответ. Вы были правы, кислота снизилась. Да, то есть, кислота снижается. Значит, во время брожения раз. Дальше она снижается во время яблочно-молочного брожения. И потом у нас есть еще один момент. Особенно, опять же, в наших холодных, прохладных странах. Когда у нас все отбродило, мы сняли с осадка и выставляем наше вино в прохладное место. Можно при температуре минус 4. Процесс называется криостабилизация. В этот момент под воздействием холода у нас выпадает винный камень. Эта винная кислота превращается в соль этой самой кислоты и выпадает в осадок. То есть, тоже идет снижение кислоты. И вот эти вот три процесса, они приводят к снижению. И только после того, как выпал винный камень, мы уже можем говорить о том, кисло нам или не кисло. Вот именно в тот момент, но никак не до этого. Потому что, вот у нас есть несколько этапов, на которых эта кислота снижается. И для гармоничного вкуса вина определенная степень кислоты, она нужна. Иначе вино будет плоским, оно не будет таким интересным, оно будет пресным. Если же мы, изначально вот испугавшись, что будет очень кисло, да, мы не берем самый крайний случай, когда мы понимаем, что ну там жуть одна кислота, да. А мы берем нормальный процесс. Если мы разбавляем водой, мы эту кислоту снижаем. А она потом еще снижается. И к чему мы приходим? Мы можем прийти вот к этому самому плоскому пресному вину. Во-вторых, когда вот эта кислота снижается, то степень защиты вина от вредных микроорганизмов, она тоже снижается. Есть данные, я потом это буду говорить, когда буду рассказывать про уксусное скисание, что при определенном уровне кислот, при определенном уровне ПАЖ, уксусные бактерии не размножаются. То есть вино само себя защищает. А мы что делаем? А мы эту защиту снимаем. То есть не надо этого делать, не надо торопиться. Пусть пройдут все процессы спиртовое выражение, яблочно-молочное, криостабилизация. А тогда мы уже понимаем, что у нас происходит. Дальше, вот если в тот момент, когда у нас все закончилось, и мы понимаем, что для нас кисло, бывает так. Опять же, сахар лишь замаскирует. Но никак эту кислоту не уберет. Есть специальные препараты кислотопонижения, их можно найти в специализированных магазинах. Можно использовать мел, но мы понимаем, что мел должен быть химически чистый. Сода однозначно нет, забудьте про это. То есть есть специальные вещества, либо мел. Напомню, чистый. Дозировку я вам не подскажу. То есть это надо пробовать. Если будете что-то пробовать, тоже всегда акцентирую внимание. На маленьких количествах вы попробовали, посмотрели. Вас устраивает результат, переносим на большое. Чтобы вдруг, если вы где-то ошиблись, вы не испортили всю вашу большую партию вина. И еще помните, что если вы вдруг решили разбавлять водой, то делайте это в самом начале. Ну, чтобы у вас как-то не было разбавленный компот, да. А немножко все-таки красящие и фенольные, ароматические соединения тоже натянулись. То есть вначале, но напомню, дозировку я вам не подскажу. Это только на ваш вкус. Ну, конечно, помните о том, о чем я говорила вам в самом начале. Сорта винограда. Подбирайте те, у которых кислотность небольшая. В наших северных регионах и так может быть кисловато. Поэтому брать высококислотные сорта не всегда оправданно. Либо мы имеем один, имеем второй. И даже потом мы можем их сбраживать вместе. Либо купажировать уже готовые, добиваясь того сочетания вот этой самой кислоты, которая будет нам приятна и нам интересна. Например, я со своими сортами вообще никогда не имею проблем ни с какой кислотностью. То есть резко она нигде не выбивается. Все мои вина, они гармоничные, их приятно пить. И это не только мое мнение. Есть мнение посторонних людей, которые это попробовали. И были очень удивлены, что как же так. Вино, да еще домашнее вино, как оно может быть не кислым. Он на самом деле может. Ну а дальше не спешите. Получите конечный результат. И уже если он, ваш конечный результат, вас не устроит, я вам подсказала, что есть специальные средства, которые эту саму кислоту могут нейтрализовать, если вам еще это будет необходимо. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч!